Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Мини-гостиницы в Чкаловском проверят и при нарушениях отключат воду. Глава Сочи попросил предпринимателей не надеяться на авось. Они не пустили врага в Сочи. В Красной Поляне открыли обелиск с именами тех, кто еще недавно был в списке без вести пропавших. В Сочи стартовало открытое первенство города по фехтованию. В нем участвуют юные шпажисты из семи регионов. Россиян продолжат переселять из ветхих домов. Соответствующие механизмы поручил разработать Владимир Путин. На госсовете президент проверил, как исполняются его майские указы. Среди поднятых вопросов предоставление новых квартир жителям, чьи дома были признаны аварийными. Заданный план Краснодарский край перевыполнил, но останавливаться на достигнутом регионе не собираются. Продолжат наши краснодарские коллеги. Такую проверку глава государства устраивает каждый год. Промежуточные итоги исполнения майских указов подводят обычно в последний месяц весны. Всего 11 поручений в самых различных областях. Их Владимир Путин подписал 5 лет назад, в день инаугурации на третий президентский срок. На сегодняшнюю повестку глава государства выносит три вопроса. На один из первых – получение госуслуг в многофункциональных центрах. Сегодня доступ к ним через эту сеть есть у 96% населения страны. В отделениях МФЦ россияне оформляют документы на недвижимость, получают паспорт, путевку для ребенка в детский сад. Всего около 30 федеральных, еще более сотни региональных и муниципальных услуг. Расширение этого перечня должно стать следующим этапом развития МФЦ. Например, добавив получение водительских прав или подачу налоговой декларации. Но и на этом еще рано останавливаться, говорит президент. Этот проект стал успешным, но нельзя останавливаться на том, что сделано. Ведь в некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, как ни странно. Далеко не везде предоставляется полный спектр услуг. А их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно их мнение, именно мнение людей, пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров. Принципиальная задача – создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг. Сегодня сеть многофункциональных центров охватывает 98% кубанцев. И ежегодно на развитие этой системы из краевого бюджета выделяется около миллиарда рублей. Востребованность МФЦ с каждым годом растет. Только в прошлом году в отделение края жители обратились более 6,5 миллионов раз. Количество МФЦ сегодня растет, но нужно понимать, чтобы было не только количество, но и качество. Ведь форма – это еще не содержание. Об этом тоже, кстати, не раз подчеркнул президент. Это должно быть уважительно со стороны работников МФЦ. Это должно быть качественно с точки зрения оказания самой услуги. А если у нас только вывески на МФЦ находятся, а реально за вывесками ничего не стоит и нет реального удовлетворения человека, обычного жителя края, который пришел в МФЦ, то тогда нет смысла эти вывески им множить. Ориентироваться на людей и делать для людей – лейтмотив всей речи президента. В числе майских указов – независимая оценка качества работы организации соцсферы. По мнению главы государства, это реальная возможность для жителей менять ситуацию. Их мнение о работе сотрудников больниц, поликлиник, учреждений образования и культуры не должны просто откладываться в папку. Так же, как и расселение из аварийного жилья, нужно проводить не только ради отчета на бумаге, требует Путин. И напоминает поставленную задачу. До 2018-го в новые квартиры из ветких домов должны переехать более 700 тысяч человек. И это только те, чье жилье было признано аварийным до 2012 года. Масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Тем не менее, поручаю правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. А на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность. В Краснодарский край установленный план даже перевыполняет. Только за три года из запасных домов удалось переселить почти 3,5 тысячи кубанцев. До 1 сентября в новые квартиры переедут еще более 700 человек. Но тем не менее, в регионе остается еще много домов, которые были признаны аварийными, но уже после 2012 года. И решить этот вопрос без финансовой поддержки из Федерации просто невозможно. В нашем крае проблема с деминута сегодня с квартой точки, и она решается. Но для того, чтобы мы могли заявить, что она решена, конечно, нужны будут годы. И кропотливой работой, и финансовые средства, которые тоже немалые. Как из кривого бюджета, так и, конечно, из федерального. Но это жизнь людей. А жизнь людей на приоритете. Майские указы президента определили параметры развития государства практически по всем фронтам. В вопросах безопасности в социально-экономической и демографической сферах. Большинство задач должно быть выполнено только к 2018 году. Но уже сегодня президент обращает внимание. В регионах, где ответственно подошли к делу, уже есть заметные результаты. Мария Крошина, Денис Мскаленко, Кубань, 24, Москва. За комфортный отдых надо платить. Деньги от курортного сбора пойдут на развитие курортных городов. Об этом глава региона рассказал журналистам. Вениамин Кондратьев отметил, решать, куда пойдут собранные средства, будут муниципалитеты. Им же дадут право устанавливать размер сбора. Все средства, которые будут собраны в результате курортного сбора, останутся в курортных муниципальных образованиях. То есть в этих курортных городах. Муниципалиты сами будут устанавливать размер курортного сбора. Они реально понимают, какой поток. Они реально понимают, какой он должен быть. И поверьте, давайте понимать, что глава муниципального образования, он не враг себе. Он не установит максимальный размер курортного сбора, если будет чувствовать, что это приведет к уменьшению туристов, которые приезжают, то ли иное муниципальное образование. Никто не будет забирать деньги у Сочи, Геленджика, Анапы и им подобных курортных городов. В конце апреля Кабмин России одобрил законопроект, который предусматривает введение курортного сбора с января 2018. Пилотный проект запустят в Крыму, на Кубани, Алтае и Ставрополье. Глава Сочи Анатолий Пахомов встретился с жителями микрорайона Чкаловский. В первую очередь обсуждалась тема водоотведения и канализования. Но сначала говорили о трудовой занятости. В Сочи нет безработицы. Везде требуются специалисты. Ежегодно на курорте создаётся 2000 рабочих мест. Глава города уточняет – профессионалы всегда в цене. И если человек хорошо работает, то им работодатель будет дорожить. Добросовестность глава города просит проявить и у себя во дворах. Другими словами – очистить от мусора и облагородить место у дома. Согласно правилам благоустройства, которые существуют в городе, вы обязаны содержать в надлежащем порядке санитарном дворы и 10-метровую зону за границами дворов. Это порядок такой. И у кого есть кафе, либо арестон общий, объект размещения, либо объект торговли, то тоже 10 метров туда, 10 метров сюда. Это задает по правилам благоустройства. Напомнил Адлерсом Анатолий Пахомов о годе экологии. Сейчас особое внимание уделяется чистоте моря. Поэтому в любом районе города необходимо подключиться к централизованной системе канализации, либо установить локальные очистные сооружения, причем обязательно рассчитанные на реальную нагрузку. Ведь Чкаловский район – мини-гостиниц. Ежегодно летом население здесь возрастает в разы. Если хоть кого-то поймают со сбросом, ну пусть пеняют сами на себя. А водоканал должен сам пройти, промониторить каждый двор. Глава курорта попросил не доводить ситуацию до критической, ведь инспекторы имеют право отрезать дом от водоснабжения, если будет зафиксирован сброс фекалий в ливневке. Такое решение не добавит радости ни владельцам гостиниц, ни их постояльцам. С профессиональным праздником работников кубанских СМИ поздравил глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом он написал в своем микроблоге в Твиттере. А к некоторым губернатор заехал лично. Ну и поздравления получила и наша телекомпания. Телеграмму прислала вице-губернатор Анна Менькова. И продолжаем выпуск. В Сочи будет работать социальный проектный офис. Эта программа реализуется в рамках проекта «Активное долголетие» партии «Единая Россия». Его презентовали в Сочи сегодня. Социальный проектный офис – это проект, ориентированный в первую очередь на людей старшего поколения. Если среди сочинских школьников и студентов подавляющее большинство занято в спортивных и творческих кружках и секциях, то представители старшего поколения в основном сидят дома. И задача нового проекта – рассказать, что можно жить другой, активной и интересной жизнью, а главное – полезной для здоровья. Если среди молодежи города сегодня уже популярны регулярные занятия спортом, езда на велосипедах, бег, турниры, то люди старшего возраста гораздо меньше мотивированы на отказ от редных привычек. Здесь один рецепт – активная жизненная позиция. Либо физический труд, либо спорт, либо активная жизненная позиция, когда человек чем-то занят. И задача власти – это создавать условия. Это все в городе есть, но там заняты одни и те же люди. Те, кто волонтерят, те туда ходят. Участие в городской жизни должно принимать максимальное количество сочинцев старшего поколения. Их нужно мотивировать на жизнь без риска для здоровья. Для этого и будет работать социальный проектный офис. На 102 площадках городских будем каждый третий четверг месяца представлять свои проекты. Проекты, связанные с профилактикой социальных явлений среди жителей нашего города. Проектов, связанных с сохранением здоровья, с сохранением трудоспособных возможностей в любом возрасте. Проект в Сочи стартует уже 18 мая. Накануне Дня Победы адлерским женщинам-ветеранам была оказана существенная помощь. До этого было проведено обследование их жилья. В целом принято решение помочь в ремонте 17 жителям района. Где-то требовался косметический ремонт жилья, где-то необходимо было поменять окна и двери, сантехнику. А вот у Анны Сергеевны Шевченко случился пожар, и здесь требовалась значительная помощь. Большой ремонт начали с ремонта стен, пола и крыши. И как следующий этап мы планируем, что до 9 мая будет завершен ремонт, и мы планируем еще завести сюда мебель. Двор уже отремонтировали, душ, туалет, все-все-все, крыши, все-все. Беседку сделали уже свежей, а то же ничего не было, все сгорело. В доме у других ветеранов понадобилось заменить входную дверь в дом. Поставили в течение дня новую, и теперь Мария Трофимовна Марущенко очень довольна выполненной работой. Говорит, когда в доме живут две женщины, мужская помощь всегда нужна. А у нас дверь уже не закрывалась. И настолько внимательные были. Инженер приехал, привезли рабочих. Рабочих в золотые руки. А у Екатерины Григорьевны Зубко совсем было разрушено крыльцо у дома. Его полностью переделали. Демонтаж был старого крыльца. Сделали заграждение от ветра. Плиточку положили на ступенечки, чтобы удобно было. Это будет пандус у нас для... Есть инвалид у нас тут, дочка. Чтобы подниматься ей было удобно сюда. Очень благодарна организации, ребятам. Ребята хорошие. Кроме помощи в ремонте жилья, в этом году всем ветеранам предлагается бесплатное снаторно-курортное лечение. Путевки по просьбе главы города предоставили сочинские здравницы. Желающим оздоровиться ветеранам нужно для этого обратиться в свои районные советы. Елена Всецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В Сочи присоединился к акции «Письмо ветерану». Всероссийский проект собирает все больше участников, каждый из которых может обратиться со словами благодарности к ветеранам. Свои пожелания и поздравления написали и воспитанники военно-патриотического клуба «Патриоты России». Расскажет Рината Шипулина. «Низкий до земли поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны. За ваше мужество, бесстрашие, за веру в победу, за мое счастливое детство, за то, что рядом со мной друзья». Слова честные, открытые, письма писали в стихах, рисовали открытки, рассказывали в своих посланиях о том, что они сегодня знают о войне, о родственниках, защищавших Родину. Писали о себе и своих друзьях, выражали благодарность ветеранам за совершенный подвиг. «Мы пишем письма дорогим нашим ветеранам, чтобы, так сказать, сделать им приятное от нашего коллектива, вообще от детей, чтобы они знали, что о них помнят и, естественно, знают, что они сделали великий подвиг для нас». Возможность написать письмо появилась благодаря акции «Письмо ветеранам», задача которой – вспомнить о подвиге героев, а дожившим до наших дней ветеранам помочь найти своих однополчан и друзей. До 9 мая все желающие могут принять участие в проекте. Силами издательского центра «Марка» совместно с сочинским глампочтантом каждое письмо будет вручено ветеранам и участникам войны. «Мы видим чувство патриотизма в ребятах, в глазах, в горящих детских, которые к нам приходят. То есть это благодарность в первую очередь. Это то, что мы должны помнить и передавать всем нашим детям, чтобы они знали, какой ценой нам досталась эта победа, сколько человеческих жизней мы потеряли». Свои письма ребята писали на бумажных листках, которые складывали треугольниками. Порядка 300 писем уже переданы в почтовое отделение и вскоре отправятся по адресам. Рината Шипулина, Димит Даниловский, телекомпания «ФКТ». Обелиск братской могилы в Красной Поляне пополнился девятью фамилиями погибших солдат Великой Отечественной войны. Информацию о них удалось найти сочинским поисковикам. Артуру Варваштяну пришлось восстанавливать огромное количество документов, делать запросы и складывать факты воедино. В канун Дня Победы торжественно открыли обелиск с именами тех, кто еще недавно был в списке без вести пропавших. Школьники поселка Красная Поляна знают немало историй о героических подвигах своих земляков во время Великой Отечественной войны. Берегут память о них и стараются находить новую информацию о тех, кто еще в списке без вести пропавших. Среди недавних достижений девять новых фамилий солдат, похороненных в этой братской могиле. А выяснить это удалось при помощи главного наставника, сочинского поисковика Арута Варваштяна. Человека, который переживает за каждого солдата. Их истории и судьбы он восстанавливает по крупицам. Как защищали солдаты наш перевал, это перевал Умпырский, перевал Аишхо и Псишхо, через которые немец-фашист хотел спуститься в Адлер и захватить Сочи. Но наши солдаты остановили и отправили его назад. Кстати, сегодня, в этом году исполняется 75 лет, как наши солдаты погнали от сочинских стен фашистов назад. На доске фамилии 34 солдат, но, по словам местных старожилов, захоронены в братской могиле по меньшей мере 100 погибших воинов. Имена еще девяти теперь увековечены. А их потомки теперь знают наверняка, куда нужно нести цветы. Ну, слава Богу, что кто-то этим занимается, действительно. Молодцы ребята, спасибо им. Нам, так и нашим детям будет передаваться это, что наши деды полегли, и что есть место, куда мы можем прийти, так и поклониться им. Во время Великой Отечественной войны Сочи оставался городом-госпиталем. Но это только благодаря тем солдатам, которые его отстояли. Красная Поляна как раз и была тем местом, где шли бои. Их имен не было ни в книге памяти историка Кровецкого музея Красная Поляна, ни на обелиске братской могилы, что, конечно, нечестно и несправедливо. И вот спустя 72 года после войны, торжественно открывая новую памятную табличку на обелиске, мы вновь отдаем дать памяти славным защитникам нашей Родины. Участники мероприятия говорят, что теперь еще 9 солдат вернулись домой. Их имена на мемориале заняли свои места. Но список наверняка будет и дальше пополняться новыми героями. Работа поисковиков продолжается. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В эти дни немало поздравлений звучит в адрес ветеранов и участников войны, тех, кто трудился в тылу и прилагал все силы для победы. Свою дань героизму и мужеству фронтовиков уже несколько лет подряд отдает и сочинец Сергей Колохин. Водителем такси Сергей работает больше 20 лет. Свою машину к празднику победы украшает по традиции флажками и лентами. Не первый год на машине появляется и наклейка с информацией о бесплатных поездках для ветеранов и участников войны, тружеников тыла. Это личная дань памяти, говорит сочинец в первую очередь, деду фронтовику и тещу ветерану, которая в прошлом году еще участвовала в параде. Сегодня их нет, но поколению тех, кто прошел войну, почтение и благодарность. С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Как правило, их практически не видишь. Исключительно можно увидеть их с орденами и в своей парадной форме. Это на 9 мая. От меня не убудет, а им будет приятно. Это по-человечески. Немаловажный фактор в нашей жизни, чтобы мы помнили тех, кто за нас когда-то отдавал жизни, и который старался, чтобы мы жили в нашем мире, где у нас тихо, спокойно, красиво, хорошо. Поколение ветеранов сейчас уходит. Нам остается хранить память о героях войны, стараться быть достойными их подвига. А для подобного жеста, по сути, многого не требуется. Открытое сердце и желание помогать. Машина ждет почетных пассажиров в районе Центрального универмага. Ветеранов сегодня чествовали и в Сочинском линейном управлении МВД России на транспорте. В канун 72-летия Победы там развернулся настоящий военный городок. С боевой палаткой, полевой кухней и машиной времен Великой Отечественной. Татьяна Говоркова продолжит тему. Вынос копии Победного знамени и торжественное построение личного состава. Так ежегодно начинается праздничное мероприятие у сотрудников Сочинского линейного управления. Главные участники торжества – ветераны, которые мужественно и стойко перенесли все тяготы войны, показав свой героизм и патриотизм Родине. И теперь передают знания подрастающему поколению. Они бывают в школах, они рассказывают о великом подвиге нашего советского народа. И сегодня это очень важно, больше, конечно, для наших детей, для наших школьников, для подрастающего поколения. Это есть возможность соприкоснуться непосредственно с живой легендой, с живым победителем, с теми людьми, которые не на словах, а своими глазами видели ужасы этой войны и видели бессмертный подвиг вообще нашего народа, наших победителей. В канун 72-летней годовщины победы в адрес ветеранам звучат теплые слова благодарности от председателя городского собрания Сочи, главы города и начальника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Ветеранам огромное спасибо за то, что они позволили нам жить в свободной России и говорить на русском языке. Низкий им поклон. А те, кто не дожил до этих светлых времен, вечно им память. Нынешние офицеры и стражи порядка также верно несут службу и защищают родину. Лучшим сотрудникам линейных подразделений Сочинского управления сегодня были присвоены первые и очередные специальные звания, а также вручены благодарности. Завершилось мероприятие небольшим концертом с участием городских творческих коллективов. Гости также посетили боевую палатку, отведали солдатской каши и сфотографировались у фронтового автомобиля. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. К поздравлениям присоединились и сотрудники Сочинского УВД. Правда, их открытку можно было увидеть только с высоты птичьего полета. 27 патрульных автомобилей выстроились в форме фразы «9 мая». С включенными спецсигналами картинка сверху смотрелась особенно эффектно и ярко. Таким образом, сочинские полицейские поздравили всех с Днем Победы. Ну и по традиции, стражи порядка в знак памяти возложили цветы к вечному огню на мемориале в завокзальном районе. Сегодня в Зимнем театре состоялось традиционное торжественное собрание, посвященное предстоящему Дню Победы. И, несомненно, самыми важными гостями на этом празднике стали ветераны войны. В фойе Зимнего театра участников Великой Отечественной войны встречали девушки-юнормейцы. Они вручали гостям треугольнички с поздравлением от сочинских школьников и предлагали помочь ветеранам подняться по ступенькам в зал театра. Но поколение победителей привыкло рассчитывать на себя. В этот день воспитанники военно-спортивного клуба «Гренадер» имени Виталия Бубенина и другие школьники подготовили для зрителей военно-тематические музыкальные выступления. Поздравил сочинских ветеранов и глава города Анатолий Пахомов. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. Мы должны быть достойны памяти наших отцов и дедов, которые ценой невероятных жертв отстояли Родину. Вечная память и низкий поклон солдатам Великой Отечественной войны. Как известно, из Сочи в 41-м году ушло на фронт 20 тысяч человек. 4,5 тысячи не вернулось. 17 человек получили звание Героев Советского Союза. И сегодня поисковику Артуру Варваштяну, который помогает установить имена воинов, защитивших Сочи от фашистов и похороненных в братской могиле, вручили награду – знак отличия города Сочи. И сегодня же глава Сочи обратился к жителям и гостям города и поздравил с наступающим Днем Победы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые сочинцы, поздравляю вас с Днем Великой Победы. Для каждого из нас это не просто праздник, но и День памяти о миллионах соотечественников, павших на полях сражений, замученных фашистами, умерших от ран, голода и лишений. В нашей стране нет ни одной семьи, которую война обошла бы стороной. Мы должны быть достойны памяти наших отцов и дедов, которые ценой невероятных жертв отстояли Родину. Вечная память и низкий поклон солдатам Великой Отечественной, которые победили в самой страшной и кровавой битве 20 века. Вечная память и низкий поклон труженикам тыла, которые ковали победу на заводах, фабриках и в госпиталях. Более 340 тысяч советских воинов поправили свое здоровье в нашем городе. Это был настоящий подвиг милосердия, подвиг во имя жизни. Мы с глубоким почтением склоняем головы перед вами, дорогие ветераны и труженики тыла. Память о тех суровых годах навсегда останется в наших сердцах. Благодарность и уважение к великому подвигу мы передадим детям и внукам. Это наш святой долг. С праздником вас, дорогие! С Днем Победы! В Сочи стартовало открытое первенство города по фехтованию. Соревнования посвящены Дню Победы. Турнир пройдет 5 и 6 мая в Федеральном центре единоборств Югспорта. В нем принимают участие юные шпажисты из семи регионов. На дорожках как начинающие фехтовальщики, так и те, кто уже показывает достойное владение шпагой. В открытом первенстве города участвуют больше 200 спортсменов. Возраст участников турнира от 8 до 17 лет. Руку, как говорится, набивают, опыт получают. Ну и, конечно же, получают за победы разряды. Кто-то выполнит свой первый разряд, кто-то может уже выполнить какой-то кандидат в мастера спорта. Все покажет сегодняшний день. Практически половина шпажистов – сочинцы, воспитанники 9-й спортивной школы, единственной в городе, где развивается этот вид спорта. А тренируют ребят-мастера спорта России. В течение 4 лет уже мы заняли в крае первое место командное. И лично первые места, и некоторые ребята, которые показали хорошие результаты на России. У нас занимается около 160 человек, которые 4 тренера. Но сейчас мы думаем еще 2 тренера взять и добавить детей. Желающих очень много. Посещение соревнований для зрителей – свободное. Есть возможность не только познакомиться с техникой и стилями такого захватывающего вида спорта, но и записать ребенка в секцию. Наряду с сочинцами свои приемы владения холодным оружием показывают и представители Краснодара, Белореченского района Крыма, Армавира, Республики Северной Осетии, Алания и Ростова-на-Дону. Катя Сухович в этом виде спорта чуть больше полугода, но это уже третьи выездные соревнования. И в сочинском турнире она постарается достигнуть своей цели. Самый главный соперник – это я для себя. Я должна победить себя, чтобы победить соперника. У меня еще нет разряда. Я хочу получить разряд, получить место для того, чтобы показать то, что я умею что-то. Сегодня прошли личные и командные соревнования по шпаге. Завтра юные фехтовальщики поборются за места в других видах оружия – рапири и сабли. Награждение победителей и призеров грамотами и медалями состоится 6 мая. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.